Всем привет! Сегодня я вам расскажу о своей покупке в бутике и фраше. Можно сказать, что уже вчера сделанной. Во-первых, мне не сделали скидку и я немножко разочарована. Во-вторых, мне там нахамили и в-третьих, если бы я не напомнила, подарка бы я от них не дождалась. Но это минусы, плюсы. Я, конечно, туда шла в основном за скрабом из новогодней коллекции, шариком таким. Но шарика там не было, были только в тюбичках и были только в наборах. В результате я купила и набор, и еще один набор парфюмерный. Вот в такой вот красивой коробочке. В такой пленочке это вот продолжение того с эликсира. Эликсир, который я покупала в последний раз и был в моем обзоре по ярославским покупкам вместе с Аленкой. Кстати, с Аленкой я тоже встречалась. Аленка, привет тебе! И затем меня смотришь. Вот такая вот красивая большая коробочка. Обошелся он мне где-то в полторы тысячи с чем-то. Тут вот так вот оно выглядит. 30 мл с эликсира. Это последняя новинка и фрошета, по-моему, уже четвертый их вариант. Потом гель для душа 50 мл. И 50 мл молочко для тела. Вообще мне парфюмированные гели, именно вот такие, Секрет Де Санс, не очень нравятся. Потому что они немножко сушат кожу, но может быть сейчас что-то изменилось. Сделаны они во Франции. В принципе, радуют. Молочко для тела. У меня был год-два назад такой подарок. Набор. Правда, там было маленькие такие душки. По-моему, 5 мл фиолетовый эликсир. И молочко для тела я подарила в одной девчонке знакомой. Тут по 50 мл. И сейчас я достану эти душки. Попробую все-таки. У меня, потому что мои 15 мл практически закончились. Там оно буквально может на 2-3 пшика осталось. Что-то не жаль где-то оно вылезать. Но, в общем, вот так. Сделано оно все во Франции. И сроком годности до апреля 2018 года. Вот такая у меня первая часть покупочки. В принципе, можно не надевать ее. Совершенно, по-моему, бесполезная. Потом вот такая была корзиночка. Коробочка-скатулочка. На самом деле, пленочка уже порвалась. И я, когда доставалась у меня в свои покупки из пакета, то просто уже поверх одевала ее, как получится. В принципе, коробочку я не хотела покупать. Но, как-то вот так они мне ее всунули. Такая неведомая обычная пленка. Я думаю, она скоро времени пойдет в помойку. Губочка. Вообще, у меня такая губочка уже есть. Из новогоднего бланка у меня была. В завесок какому-то набору. Бальзам для губ. Я точно не помню. У меня, по-моему, тоже был апельсин и миндаль. Но я думаю, его подарю или в довесок подарку к Заримке суну. Или, может, кому-нибудь там подарю. Может, даже до 8 марта останется. Потому что на Новый год у меня, в принципе, все подарки есть. Всем даже больше, чем нужно. Молочко для тела. Тоже апельсин и миндаль. Тут вся серия вообще апельсин и миндаль лежит. Все это сделано во Франции. Белое. Так, скраб, который я хотела. Тут 200 миллилитров, а в шарике он был 250. И цена у них, в принципе, была одинаковая. 249, кажется, рублей. Тоже апельсин и миндаль. Сроком оно до 7-го 2017-го почему-то. Хотя, вроде как, должно немножко подольше быть. А здесь до сентября 2018-го. И крем для рук. Вообще, крема для рук из новогодних коллекций. И Фраше мне очень нравится. Уже, наверное, третий или четвертый крем я покупала у них. И мне не нравятся. Были вот, которые, малина с какао. Потом апельсин с какао. Еще какая-то похожая серия. И вот этот вот, я думаю, он будет не хуже. А так, крема для рук от Ифраше мне не очень нравятся. Или густые, или... Ну, в общем, как-то не то. Тут 75 миллилитров стабильные. Сделано во Франции. И сроком годности до августа 2018-го года. Кстати, сейчас его попробуем. То он немножко пожиже, чем его предшественники. Пахнет апельсином. Наверное, миндаль тоже так же примерно пахнет. Потому что апельсин чем-то там. Увлажняет он уже. И быстро впитывается. Приятные ароматы и не липкий. В общем, хороший крем. Мне они нравятся такие новогодние. Если будете брать, то я вам такой советую. Ну, и тут какая-то зеленая хренатенька в этой коробочке. Думаю, коробочка у меня и пойдет на подарок кому-нибудь. Что-нибудь большое у нее можно будет положить. Тут какая-то такая блямбочка даже. Я не помню, во сколько она мне обошлась. Но весь покупка моя вся обошлась. Мне в 2.355, кажется. И вот, если бы я не напомнила. Да, мне не дали никаких непробников в этот раз. Никаких бумажечек. В общем, на Кирово, Ярославле я не советую. Если кто-то из смотрящих меня живет в Ярославле и ходит на Кирово. То там и всегда это были хамские консультанты. Сегодня был просто предел. Такое, что в этой марке даже не хочется больше пользоваться. Или заходить, ну, допустим, в Ауру в том же Ярославле. И только уж совсем, если припрет, что вот хочу такие-то вот духи. В принципе, у меня сейчас с духами именно этой фреши, которую я хотела, у меня все есть. Я даже, я хотела этот эликсир 30 миллилитров, именно этот набор заказать на сайте. Но у них почему-то постоянно проблемы с оплатой, особенно картами. Яндекс они отменили. PayPal мне там вообще не прошел. И не знаю, как там вообще это заказывать теперь. Если столько с доставкой на дом, но это для меня слишком геморрно. Это в четверг оно отправляется или в среду из Москвы в Ярославль. Приезжают в пятницу, ждешь еще неделю, в следующий четверг тебе привозят. Причем не в то время, когда тебе удобно, а где-то с 11 до 4 тебе приходится сидеть дома. И не туда, куда, допустим, я в библиотеке в этот момент, но они не могут привезти, не могут привезти только туда, где вы прописаны. Вот из-за чего я вообще покупала там что-то. Хотела-то я, правда, вот такое сделать, но вышло у меня, как обычно, почти на 3 тысячи. Это мицеллярная вода. Вообще антивозрастное очищение лица. 3 чая детокс. Ну, мне она как-то попалась 50, что ли, миллилитров в подарок давно-давно, может быть, в 11 или 12 году. И она мне очень понравилась. Я вообще ее пользовала как тоник. Когда я увидела, что по предложению, по моей личной карте у меня, она идет в подарок за покупку за 200 рублей, то я решила, что именно из всех предложений, которые у меня действующие были, именно вот это мне захотелось. В общем, вот такой тоник. 200 миллилитров. Сделан еще во Франции. Сроком годности до сентября 2018 года. Хотя у меня сейчас пока есть тоник от Аленки, от Эйвана с Розой, но, в принципе, про запас очень даже хорошо. И получилось, что у меня 25 баллов на карте вышло с этим заказом. Конечно, я увидела уже почти на выходе из магазина на чеке. Мне на кассе тоже не сказали. Обычно они, в принципе, обязательно говорят, что у вас 25 баллов, это можете что-то выбрать, то есть все 5-10. И я подошла просто на кассу с этой картой и спросила, да, вот вы можете выбрать. Думаю, ну, может, у них что изменилось, а может, было 25 стало больше. На самом деле, можно было выбрать что-то в пределах 300 рублей. Абсортимент в этот раз был как-то не сильно большой на Кирова. Ну, и я просто взяла вот этот шампунь. Конечно, он уже давно делается в России, но он мне нравится. Может быть, или себе оставлю, или подарю Ирке, ибо она вас жаждала именно шампунь, а не гель. Вот такой вот у меня был поход в Ифраше. На самом деле, у меня еще маленькая покупочка масла для ванны из Ревгоша. Сейчас ее тоже покажу. Либо обзор из одной такой штучки делать, мне кажется, не стоит. Вот такая вот хренатенька. Обошлась она мне по моей карте первой степени, первого накопления, обычной, которая на 15 рублей на 5% скидка дешевле. Но у меня обошлось 278. Судя по инструкции, 2-3 шарика на ванну, уже когда вы наберете воду. Надеюсь, в ближайшие несколько дней, может быть, уже после Нового года, я ее пробую. Ну и потом, может быть, в пустых баночках про нее расскажу. Если вам было интересно это видео, то я рада. Ну и спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok